Когда придешь, позвонишь в него. Каждое утро жители Урманче начинают с беготни. Чтобы успеть в школу к восьми, приходится вставать в пять. И вдоль по трассе пробираться к ближайшей автобусной остановке. Примерно 25 минут с маленькими ушами. Ушаня же идет тихо. Вот уже 10 лет это самый востребованный рейс. Не попасть на него, значит пропустить школу. И хотя идти до автобуса километр, а то и два, деваться-то, все равно больше некуда. Это единственный маршрут, по которому урманчеевцам можно добраться до школы. Идти минут 10 надо до остановки. А вот кто живет дальше меня, им минут 15-20 идти. Все дело в том, что в поселке Урманчеево нет остановки. Нет ее потому, что маршрут небезопасный. В июле это признала и комиссия из ГИБДД дорожников и Минобра. Мы проехали полностью весь маршрут до конечной остановки именно Урманче. И были выявлены следующие недостатки. Это прежде всего обочины были заросшие. То есть не видно, обзор был очень плохой. Но самая большая претензия, из которой я обращалась к главе Высокогорского района, это отсутствие света. Участок от Урманче до Кульси этого дорога регионального значения. Всего-то 900 метров. Но чтобы пустить автобус должны быть А. Разметки. Б. Свет. Высокогорский исполком уверяет, что вскоре появится и то, и другое. В настоящий момент в план включен. Выделены денежные средства в размере 5 миллионов. Строительная работа начнется в этом году после проведения торгов и аукционов. Власти подтверждают, бюджет на это уже выделен. Идущие осилили дорогу. Ориентировочно остановки и маршруты урманчеевцам стоит ждать уже летом этого года. Рамиль Шайдуль, Андрес Интальцев, ТНВ, Воскогорский район, Казань.